Привет! Это Кулинарная Академия LG. Меня зовут Алексей Зимин и я собираюсь показать вам как готовить по-настоящему вкусные блюда, используя микроволновую печь, духовой шкаф и прочую технику, придуманную LG. Сегодня я буду готовить треску с помидорами, лимонным соком и оливковым маслом. У меня как раз в холодильнике есть кило филе трески. Оно лежит в оптитемп зоне. И тут еще есть такой диадоразер, который уничтожает бактерии и запахи. Вот треска. Важнейшая рыба европейской истории. Без нее бы в средние века вообще, может быть, от человечества толком никого не осталось. Но благодаря треске, которую ловили норманы, человечество выжило и до сих пор треску, просто, видимо, из уважения. Едят и в Португалии, и в Испании, и в Италии. Филе трески, нежные вещи. Отправлять ее в духовку треску без предварительных ухаживаний, в общем, не рекомендуется. В качестве защиты можно использовать специальную пленку, которая нет противопоказаний при соприкосновении с съедобными веществами. Из пленки делаем пакет. Завязываем одну сторону узлом. Вот и внутри получается пространство вполне достаточное для нескольких порций трески. Каждый кусок филе посыпаем солью. Кладем на одно пакет. Добавляем немного перца. лимонные цедры. Добавляем цедру в компанию трески. Туда же отправляем рубленый чеснок. Туда же. Мелко, но достаточно небрежно рубится петрушка. И туда же. Туда же несколько помидоров черри, разрезанных на половинке. У этих помидор есть такое чрезвычайно важное для наших холестин качество. Они имеют вполне пристойный помидорный вкус в любое время года. Что существенно. Потому что помидор не имеющий вкуса вообще непонятно зачем нужен. А у этих все-таки что-то помидорное есть. Помидор отправляется туда же к треске. И туда же немного лимонного сока. В дополнение к цедре. И наконец, еще одно влияние Средиземноморья. Оливковое масло. 20 миллилитров на 400 грамм рыбы. Теперь все это закупоривается и вот что мы имеем в итоге. Аккуратный пакет, внутри которого три кусочка филе трески, немного помидор, немного чеснока, чуть-чуть перца, соли, петрушка, оливковое масло и лимонный сок. Теперь этот пакет отправляется в печку режим конвекция. 7-10 минут максимум. Несколько минут овощи, масло, лимонный сок и рыба обменивались вкусами и запахами. Так что три герметичного пакета возник у них свой собственный удивительный мир. Поэтому, когда человек получает эту тарелку перед собой на стол, надрезает, то через разрез вырываются все эти запахи, все эти яркие Средиземноморские ароматы и он тогда получает удовольствие несравнимое ни с чем. В общем, это все-таки немного брутально, что ли, таким образом подавать, поэтому можно сделать это все предварительно. Прорезаем дыру в пакете и перекладываем его содержимое на тарелку. И самый драгоценный сок. Рыбный бульон с ароматами чеснока, лимонной цедры и помидор. Все было страшно просто, но если вы каким-то чудом пропустили одну или другую деталь, то записывайте рецепт, он будет сейчас следом. Филе трески, лимоны, петрушка, соль и перец, оливковое масло, помидоры и чеснок.